Тяжелые штанги и стальные мышцы. Нормальные герои отмечают День физкультурника. В честь праздника саратовские силачи провели турнир. Перед тем, как взять вес на грудь, нюхают на шатырь, чтобы взбодрить нервную систему и не рухнуть в обраке от тяжелой нагрузки. Хорошая разминка – залог успеха на площадке. Тяжелоатлет Михаил Родимцев по случаю праздника решил установить особый рекорд. Собирается вручную взять на буксир целый КамАЗ. Вес его поклажи – более 10 тонн. Перед важным рывком спортсмен абсолютно хладнокровен. Спокоен вообще, даже не думаю ни о рекорде, ни о тренировке. До того, как штангу в руку не возьму, я даже абсолютно не думаю ни о чем. Я настраиваюсь только уже перед самим соревнованием. Как настраиваетесь? Ну, настраиваюсь психологически, завожу себя. Доставляю поверить в то, что я возьму этот вес. В отличие от традиционных соревнований по силовому экстриму, тут все спортсмены – любители. Днем на работе, вечером за блинами в спортзал. Не ради славы и званий, а по зову сердца. А если так, то руки сами тянутся к железу. Вот и директор спортивного комплекса без подготовки схватился за стальной пруд. Главные болельщики силачей – жены и дети. На рекорд Михаила настраивали на семейном совете. Жена Ольга и трехлетний сын Никита – надежная поддержка для силача. Малыш, уже сейчас это понятно, точно пойдет по стопам папы-богатыря. Потому что он с удовольствием приходит к нему в зал, также берет гантельки, пытается их поднимать. Они дома со шваброй приседают. Вот так папа поднимает, да? А как бросает штангу папа? Да, вот так. Кульминация праздника – силовой экстрим. Тяжелоатлет Михаил против автопрома. Кто кого? Победа одержана. Самосвал доставлен в нужную точку. В планах у Михаила в поединке с пассажирским вагоном заменить собой паровоз. Но это уже в другой раз. Праздник физкультурников подходит к концу. А вот предела человеческим возможностям, похоже, нет. Мария Славьева, Дмитрий Соколов, ТВ-центр, Саратов.